приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова сегодняшнем видео хочу предложить вам мастер-класс по вязанию вот такого просто красивейшего и очень очень простого узора продолжается серия простых и очень эффектных узоров в основном они идут для начинающих на мой канал пришло очень много именно начинающих мастериц и поэтому я решила да и самой интересно это в принципе и вообще мне нравится все что очень очень просто и эффектно посмотрите какая прелесть получается у меня это итальянские ниточки смесованные с ниточкой шелковый блеск очень простой и очень красивый узор я еще приготовила этот же узор из других ниточек это вот непосредственно сама ниточка шелковый блеск в два сложения и вот что у меня получилось и этот узор можно вязать в разных вариантах если чуть-чуть изменить столбик вот вы видите здесь вот выпуклый рельефный столбик и можно же этот узор провязать просто столбиками с накидом но что интересного еще в этом узоре это то что этот столбик с накидом он не совсем обычный как-то когда я только открыла канал там была серия мастер-классов по вязанию ирландского кружева и мы уже с вами вязали этот необычный столбик я бы назвала его комбинированный столбик но как-то вот почему-то он забывается и я решила в этом узоре применить именно этот необычный очень красивый столбик для вас я подготовила вот такую схемку посмотрите какая прелесть узор раппорт узора составляет 10 петель плюс 5 петель для для симметрии то есть вы должны набрать воздушных цепочку из воздушных петель которая делятся на 10 и плюс 5 петель для симметрии у меня вот здесь набрано 25 петель но здесь я честно говоря набирала цепочку просто на глаз вот и получилось немножко больше раппортов узора посмотрите значит раппорт узора как и как я уже сказала 10 петель вверх значит составляет всего два ряда представляете два ряда и вот такой красивенный узор ну давайте мы приступим к вязанию как раз вот потренируемся вязать этот необычный столбик значит поскольку у меня вязание уже начато вы наберете цепочку из воздушных петель и провяжите следующим образом то есть наберете 3 воздушные петли подъема и потом пошли значит 4 столбика вот этих необычных столбика я вам сейчас покажу потом вступите в третью петельку получается от этого столбика свяжем пышные столбики и вязание повторяется то есть опять две петли пропустите внизу и пойдем вязать дальше этот раппорт узора ну то есть как бы ничего сложного нет я думаю что остановите видео посмотрите схемку и свяжите первый ряд я думаю без труда итак давайте приступим вязать дальше до что еще хочу сказать здесь очень важно выбрать крючок вот вы видите у меня вот трапеция пошла я начинала с крючка с меньшего и вязание такое достаточно грубая если вы хотите чтобы плотность была не совсем грубая но и не рыхлая нужно потренироваться вот как бы поменять крючочки и значит попробовать какой крючок подойдет лучше итак как вяжется первый ряд сейчас мотаю ниточку делаем 3 воздушные петли подъема накид на крючок теперь нам нужно провязать вот этот рельефный столбик но естественно у вас первый ряд будет просто из обычных столбиков вернее с необычных столбиков посмотрите какой здесь интересный столбик еще раз давайте 3 воздушные петли подъема накид на крючок вводим крючок под столбик захват нити теперь здесь работает подушечка пальчика вот этот накид мы придерживаем провязываем столбик как бы без накида а потом провязываем наш столбик то есть если мы обычный столбик с накидом провязываем вот так вот сразу накид да и провязали то здесь вот этот столбик он чем интересен и но он по-другому смотрится я бы сказала еще раз давайте накид под столбик захват нити эту вот пучечкой придерживаем на пальчики провязываем сначала как бы столбик без накида а потом наш накид вот такой интересный столбик присутствует в этом узоре ну и вяжем значит здесь получается что у нас 4 вот этих интересных комбинированных столбика потому что петли подъема у нас идут как столбик так здесь значит раз два три петли подъема о вернее 3 воздушные петли это вот как бы уже второй ряд у нас получается не 1 2 ряд ну давайте провяжем второй ряд потом вернемся к первому и вам все будет понятно 3 воздушные петли опять этот наш столбик здесь таких рельефных столбиков будет 5 до начали вязать мы со второго ряда что-то я как-то не обратила внимание на чем я остановилась ну да ладно ничего страшного про вяжем лишний ряд но думаю что будет понятно так раз два три воздушки столбик без накида то есть сначала провязываем как будто столбик без накида а потом провязываем наш накид и вот такая красота получается вот этот столбик он но я бы сказала помягче что ли такой какой-то он эластичный получается нежели тот который просто столбик с накидом так раз здесь вот немножко внимание если мы провязываем рельефные столбики то в конце мы сейчас я покажу так 3 чтобы вы не пропускали в конце нам нужно будет войти вот под эти вот воздушные петли подъема и тоже провязать вот этот рельефный необычный столбик так ну давайте теперь перевернем вязание собственно говоря вы начнете именно сейчас с этого ряда то есть он первый у нас 3 воздушные петли подъема уберу белый фон потому что не очень приятно смотреть накид на крючок и не под этот столбик то есть вот эти вот этот столбик 1 при начальном ряде в начале так скажем ряда мы его пропускаем в конце ряда мы провязываем так раз 2 давайте поближе чтобы вы рассмотрели как же он сначала провязываем столбик без накида потом накид провязываем то есть в два этапа как бы этот столбик провязывается провязали делаем накид на крючок там где у нас был столбик без накида вступаем в него и вытаскиваем нить вот здесь пальчиком придерживаем раз два придержали накид еще раз сюда же в эту точку 3 и теперь внимание сначала провязываем все наши на вивы или накиды а потом провязываем вторую петлю на крючке вот мы провязали пышный столбик раз два три раз сейчас ниточку отмотаю накид 2 3 опять провязываем сначала наши накиды а потом вот эту петлю 3 воздушные петли и еще раз такой же маневр накид в эту точку вытащили зафиксировали накид опять сюда же это два и три что хочу сказать здесь тоже можно немножко по импровизировать то есть если толстая ниточка достаточно три сделать на вива до или накида если ниточка потоньше можно сделать там четыре пять чтобы вот этот цветочек полу цветочек у вас был красивым смотрите какая у вас какой толщины ниточка еще провязали наш цветочек теперь делаем накид на крючок под вот эти под под столбик потому что у нас рельефный столбик провязываем сначала как бы столбик без накида теперь накид и еще раз в три этапа получается у нас так 1 2 3 накид под столбик ныряем вытащили петлю провязали как столбик без накида теперь накид провязали и еще раз то есть три этапа раз два три вот такой вот интересный необычный рельефный столбик я его назвала комбинированный накид на крючок ту петлю где у нас был столбик без накида вступили вытащили здесь зажали пальчиком еще накид опять сюда же захватили нить вытащили это два все время вот здесь вот придерживаем пальчиком чтобы ваши петли были одинаковой высоты сначала это провязали все накиды и потом еще раз раз два три накид в эту же точку вяжем ты же на столбик раз накид 2 накид 3 провязали и еще раз так что у нас тут получилось второй лепесточек значит нам нужно еще сделать 3 воздушные петли накид сюда же вытащили зафиксировали накид опять нырнули в эту же точку вытащили зафиксировали накид и провязываем сначала все накиды а потом петлю на крючке вот такой цветочек у нас получается опять накид на крючок под столбик вот так вот прям за со столбик ухватились до провязали как будто столбик без накида а потом накид так это 1 2 3 4 и 5 и опять у нас идет наш красивый цветочек накид на крючок вытащили накид вытащили это два три провязали сначала все накиды а потом петлю на крючке раз два три накид нырнули вытащили накид опять сюда же вытащили накид что это уже запуталась сколько давайте заново так раз два три 3 провязали провязали 1 2 3 накид 1 накид 2 накид 3 провязали провязали все подходим до последних наших рельефных столбиков 1 2 накид 1 2 3 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 и последний за вот эти вот воздушные петли подъема чтобы у нас получался ровный край все вязание дальше повторяется перевернули 3 петли подъема рельефный столбик не за вот этот а за второй можно сказать одarnение про две витали 30 у проверяем 5 столбиков 1 2 3 4 5 все теперь смотрите в прошлом ряду в предыдущем ряду вернее мы провязывали наш цветочек теперь мы должны провязать основание для следующего цветочка в следующем ряду то есть у нас чередуются ряд цветочков ряд цепочка из трех воздушных петель теперь вступаем вот в эту макушечку центрального нашего вот этого лепесточка лис . не знаю как его назвать и провязываем столбик без накида и опять раз два три накид и провязываем рельефный столбик то есть рельефные столбики у нас в каждом ряду ничего не меняется цветочки и воздушные петли то есть чередуются вывязываем цветочки значит в следующем ряду вывязываем основание для них вот в принципе весь рисунок очень простой и очень эффектный для начинающих самое оно и еще вот здесь я говорю очень интересный вот этот рельефный столбик комбинированный 1 2 3 макушечку цветочка прикрепляемся столбиком без накида 1 2 3 накид выпуклый рельефный столбик их таких 5 у нас так сейчас ниточка закончилась мотать и обязательно попасть в размер с крючком 1 2 3 макушечку нашего центрального вот этого листочка сейчас тут чудо затянуто петелька получилось столбик без накида 1 2 3 накид и рельефный комбинированный выпуклый столбик вот в принципе и весь узор таким узором мне кажется красиво можно связать кофточку какую-то летнюю из тонкой пряжи думаю что тоже будет красиво но на мой взгляд вот если вязать из тонкой пряжи ту же самую тунику да сейчас я объясню что я хочу вам но это как бы мое мнение вот смотрите здесь вот эти вот ряды я провязывала эти столбики не рельефные то есть у вас получится вот такое гладкое полотно которое на мой взгляд вот для туники подойдет больше нежели вот этот рельеф видите поэтому можно этот рисунок не немножко модернизировать вот здесь просто обычные столбики а здесь они рельефные вот это вот вот эта полоска да и с одной и с другой стороны причем рисунок он видите узор что с одной что с другой стороны практически одинаковые но вот на мой взгляд для туники как бы вот когда вот такое гладенькое мне кажется но красивее что ли больше подойдет и именно вот не рельефный столбик подойдет для более тоненьких ниточек вот такая красота у нас получается кстати вот из этой пряжи морис да вот которую я добавила тоже очень красивая получится ажурная кофточка вот здесь вот мне вот в этих нитках мне кажется рельеф очень даже красиво смотрится теперь небольшой анонс хочу рассказать о своих процессах следующее видео вот буквально на днях может быть даже завтра сниму по своему кардигану который я назвала восток сейчас прервусь покажу немножко вам у меня постиранный я уже вижу что у меня какой конечный результат и останется связать буквально рукава и воротник и в принципе кардиган готов я планирую снять экспресс мастер-класс по этому кардигану получается очень очень красиво поэтому дождитесь уже совсем чуть-чуть осталось и вы увидите эту красоту ну а пока вот заполняю эфир всякими красивыми штучками все мои хорошие думаю вам было интересно и познавательно это видео что ваши комментарии всех люблю и до новых встреч с вами была елена сетникова пока пока